Как мусульманину добиться дисциплины и порядка в жизни? Ищите ответ на shakirk.com. Ссылка в описании. Уважаемый шейх, как нам понимать хадис пророка, мир ему и благословение Аллаха, в котором говорится, что он клал косточки фиников между двумя пальцами? Этот хадис привел имам муслим, в нем говорится, что когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, съедал финик и хотел взять косточку изо рта, он клал ее между двумя пальцами, то есть клал косточку между указательным и средним пальцем, выплевывал косточку на указательный и средний палец, а затем уже выбрасывал ее в отведенное для нее место. Это олицетворение возвышенного нрава пророка, мир ему и благословение Аллаха, этика, которую он соблюдал во время еды и питья. Ведь когда человек съедает финик, затем пальцами достает косточку изо рта, кончики его пальцев могут испачкаться слюной, и если он возьмет еще один финик этим же пальцами, то слюна, которая на них, может попасть и на другие финики. И некоторые люди могут испытать к этому чувство отвращения, или же не пожелают есть тот финик, которого коснулся этот человек. У основе своей слюна пророка, мир ему и благословение Аллаха, чистая. Однако пророк, мир ему и благословение Аллаха, из-за своего совершенного нрава и адаба, брал финик своей рукой и клал его в рот. А когда он хотел выплюнуть изо рта косточку, он не вынимал ее, касаясь ее кончиками пальцев, а вынимал ее вот таким образом. Он клал ее между указательными средним пальцами, без разницы, левая это рука или правая. Суть в том, что он выплевывал ее на внешнюю часть среднего и указательного пальцев, а затем выбрасывал ее. Он не касался этими пальцами косточки, и поэтому на кончиках его пальцев не оказывалось слюны. Он делал это, несмотря на то, что в его слюне есть благодать, чтобы умма последовала его примеру, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому сунны, когда человек ест финики, является выкладывать косточку таким образом, выкладывать косточку на внешнюю часть среднего и указательного пальцев, а затем выбросить или положить в подготовленное для этого место. Это относится к сунне. Продолжение следует...